Всем привет! Сегодня у нас челлендж, который мы продолжаем от Айки Эмили. 10 яиц за раз, но у нас тут 20, как нас два человека. Разрезали мы половину яиц, половину оставили целый, да? В таком количестве я ни разу яиц не ела. Я пью сок, Костя, кофе. Я буду пить кофе. Значит, ну здесь у нас, значит, соус майонезный с чесноком. Так, давай пересчитаем точно мне здесь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять у меня. Всё правильно. Костя соус сделал, чтобы было их легче есть. Так, у нас маленькой овощей положили, помидоры, огурцы. Купили помидору, сорт негритянка. Негритянка. Сейчас я уберу ложечку. Если честно, я больше люблю или яичницу, или яйца в сметку. Сразу целиком попробуй. Я думаю, я съем все десять, это легко, потому что я люблю куриные яйца. Айка на видео съела все десять. Да? Угу. Она еще написала, кто хочет побольше попробовать, пробуйте, но мне кажется, больше нереально. Больше пробовать не стоит. А еще одно не съела даже. С этим соусом очень вкусно. Я съел полтора уже. Также мы сегодня поотвечаем на ваши вопросы и передадим приветы. Вкусно очень. Тяжело. Проходит. Запивай. Не торопись. У нас не на время. Постараемся сделать мало без нарезок вообще, чтобы честно все было. Так, прочитаю первый вопрос. Его задает Даша обычная. Привет, Костя и Снежана. Приятного аппетита. Передайте, пожалуйста, привет. Даш, тебе от нас привет. Привет. Вопрос. Как у вас появилась первая кошка? Вам такой вопрос не задавали. Угу. А второй ем. Так, а я съел два, получается. Первая кошка у нас получилась. Появилась. Получилась, появилась. Мы забрали ее от моих родителей. У моих родителей была такая же кошка, получается она родила котята. И тут один котенок остался. Копия она. Хм. Они, кстати, очень похожи. И вот она одна осталась, получается. И мы, когда с Снежаной поженились, стали жить вместе, мы ее забрали себе. Она уже такая довольно-таки большая была, да? Угу. Не совсем маленькая. Сколько ей было примерно? Месяца шесть, больше? Ну, полгодика, наверное, да, ей было. На первое время, вот у нас когда у нее еще не было котят, была безумно ласковая. Сейчас она уже не такая ласковая. У нас один раз родила котята. Угу. После этого стала не совсем ласковой. Может, поняла, что кто-то другой появился, потому что у нас потом остался еще второй котенок от нее. Что-то наелся? Я? Да. Нет. Надо было варить, чтобы они такие суси внутри были, да? А как ты их сваришь, не узнаешь. Уже наелась немножко, а здесь так много. Я в детстве мог яиц пять, наверное, съесть вообще легко. Очень много ела. Я Пасху обожала в детстве праздник. Целые пакеты приносили домой. Домой. Что-то ведь так легко взлетает. Вообще не любят яйца. А кто-то, да, не ест. Ну, кого-то еще легкие, может быть. Я очень люблю, особенно вот с таким вот соусом получается майонез с чесноком. Угу. Еще вкусно фаршированные когда делают яички. Это как? Режут начинку, вытаскивают яичко, перемешивают с майонезом, сыром, зеленью и начиняют обратно. Угу. Точно я ел такие. Вкусно, да? Ты вообще не запиваешь? Да не хочу я, а овощи ем. Прочитаю следующий вопрос. Его задает Эвелина. Вы классные и прикольные. Можете, пожалуйста, ответить на вопрос, как набрать столько много подписчиков и аудиторию? Много. Интересный вопрос. Конечно. Очень много факторов, я думаю, складывается из того, как набрать подписчиков. Нет определенного, да, наверное, такого ключа. Вот снимайте видео там и у вас будут подписчики. То есть это надо, чтобы вашей аудитории это нравилось. Найти свою аудиторию, да? Да, найти свою аудиторию, чтобы вам нравилось. Снимать регулярные видео. Регулярность, да, это можно. Если вы будете появляться и пропадать, то просмотров у вас не будет. Мои подписчики будут медленнее расти. Мы вот замечали, чем чаще мы снимаем видео, тем быстрее у нас растут подписчики. И так же я думаю, что у нас канала скоро год и для нас это не очень много подписчиков за год. Потому что некоторые блогеры набирают за год там около 100 подписчиков. Ну, я думаю, у каждого свой путь. Кто-то быстро набирает и потом так же быстро сдувается. Мне бы не хотелось. Вкусно. Дай посчитать, сколько ты съел. Ой, ты больше меня. Три-четыре-пять с половинками. Блин, мне много. Ну, я же тебе не поможешь. Да? Я думаю, легко. Конечно, мне, наверное, надо было больше яиц. Так как я парень. Ну, когда... У тебя некоторые девушки едят больше парней. Ну я, когда на этот челлендж думала, я думала, они сами есть. Ну, просто ты, мне кажется, не настолько любишь. Яйца? Да. Снежана их начала есть, наверное, только когда со мной стала жить. Обычно я сладостями завтракала. Я сейчас не понимаю, как можно с утра поесть конфеты сейчас. Ой, стучу. Мы на завтрак, в основном, всегда едим яйца. То есть это или яишницы, или варёные. Это брода. С рыбкой. Так, какое съесть. Давайте вот этот целый большой возьмём. Хочешь сок? Нет. Вкусный. Верю. Прочитаю следующий вопрос. Его зовут Карина Семёнова. Очень атмосферное у вас видео. Вопрос. Сколько времени вы были уже вместе, когда начали жить вместе? Сколько времени были вместе перед тем, как начали? Но жить мы начали уже после свадьбы. А до свадьбы мы встречались пять лет. Пять, да? Пять лет. Зелень вот прям... Не зелень, вернее, с овощами. Хорошо заходит. Наелся или нет? Я, кстати, не смотрел видео, которое снимала Айка Эмиля. Она с чем-то ела или просто ела... С огурцами вроде. С овощами даже. Потому что, я думаю, не забивая его даже и без овощей, их нереально съесть. Забивать можно. Вообще, как горячие пирожки. У меня нет. Обычно всегда, когда салаты готовили на какие-то праздники... Я обожала, когда картошка варёная была и яички. Я чистил их и обязательно пару штук съедал. Я не мог бы вернаться. Вы не смокала. Следующий вопрос также от Карины. Верите ли вы в отношения на расстояние, когда в конце люди съедутся и знают свои планы? Про расстояние. Какое-то короткое время может быть, да, но долгое время, я думаю, нет. И самое главное, я думаю, что отношения должны были начинаться не на расстоянии. Да. То есть люди, когда жили, например, пару лет вместе, они знают то, что разойдутся, например, на полгода там. Год, возможно, и дальше будут опять жить вместе. То, ну, скорее всего, да, я думаю, можно потерпеть. Потому что я ждала Костю за армию год, потом год мы были раздельно. Я жила в Ульяновске год, наверное, да? Это до армии. Да, но тяжело, скажи, да, жить так на расстоянии. Ну, мы всё равно часто уж виделись, постоянно друг к другу ездили. И также от Карина вопрос. Если бы вам нужно было жить пару лет в разных городах, смогли бы вы поддерживать отношения, изредка приезжая друг к другу? Несколько лет. Год, может быть. Больше, наверное, нет. Смотря, да, какие цели вы преследуете, например. Всю жизнь так прожить я бы не смогу. Уезжает по необходимости, то есть, ну, нет другого варианта, да, там. А кто-то, например, уезжает там. Ну, на заработки даже люди уезжают. Мне кажется, это не такая первая необходимость. На заработки? Да. Когда люди вот катаются, я думаю, заработать можно везде. Я согласна с этим. Я не смогла бы, наверное, если Костя куда-то уезжал, там, как уезжают же, например, работать месяц дома, или там два месяца не дома, и ты в половину жизни, вы не вместе. А смысл тогда находиться вместе? Он жить во время. И почему, например, если муж уезжает, там, жена не может поехать с ним? Тоже немножко этого не понимаю. Например, если уже есть дети, то дети тоже отца не видят. Ну, или наоборот. У меня осталось два с половиной. Мне кажется, их быстро я съел. Если бы не болтала, я бы вообще их уже, наверное, все съел. Про последний вопрос. Смогла бы я, наверное, поддерживать отношения, но не хотела бы. Вот так вот. Если бы это был челлендж, не запивай. Я бы на первом яйце уже отказалась. Нет, тяжело доесть. Есть вот желтки без запивания, очень тяжело есть. Мне кажется, белки бы легко выделили. Белки, да, легко. Следующий вопрос пишет Юлия Земская. Блин, ребята, очень классное видео. Как будто побывало на вашем свидании. Поздравляю вас с 13 тысячами подписчиков. Вообще не мешал ветер и шелест деревьев. Мне понравилось отмятое сфера и вид, и стол. Спасибо большое. Там еще Костя над звуком. Да, если бы я выставил изначальное видео, то вы бы не смогли, я думаю, его смотреть. Очень сильный был шелест прямо от деревьев. И резал прям. Из-за этого звук получился немного как из банки, такой искаженный, но зато не было таких сильных помех. То есть приходилось выбирать или оставлять помехи и наш естественный голос, или немного искажать голос, но выбирать помехи. Я выбрал так посередине. Если в наушниках смотреть, я думаю, вы услышите. Вырезает опрос. Как вы поняли, прежде чем начать отношения, что это ваш человек? Как прежде чем? Да, я думаю, такого не было. В процессе, наверное, уже общения. А так, мне кажется, первое это симпатия. Да, мы, наверное, просто понравились друг другу и стали общаться. А уже осознание того, что это твой человек, наверное, приходит позже, намного позже. Я думаю, да, со временем, с какими-то поступками-то. Я больше не могу. Серьезно? Да. Ты сколько съела? Много. Ну, что-то посчитать не можешь. Шесть же. Четыре осталось у меня. Это для меня много. Я рассчитывала, что стоим пять. Я думаю, не стоит торопиться. Еще одно ты точно съешь. Можно себе. И еще вопрос. Какие у вас любимые имена, допустим, для будущего ребенка? Пусть каждый ответит из вас. Какое для девочки и мальчика? Спасибо за ответ. Если честно, если бы даже я придумала имя, которым хочу назвать ребенка, я вряд ли, наверное, с кем-то поделилась. Потому что это такое сокровенное. И не хотелось бы, что кто-то так же назвал. Хотя это сейчас столько таких детей с знаковыми именами, да? Всегда уж так было, конечно. Я точно знаю, что мы будем называть каким-то русским именем. Мы уже несколько раз с Нижаной думали, и каждый раз у нас эти варианты разные. Так что... Это будет, наверное, русское имя. Сто процентов вариантов такого нет. Какое-то там, например, Муника там или что-то такое, наверное, такого точно не будет. Хотя... Как называются там, например, кто-то фанат футбольной команды там и называют в честь футболиста какого-нибудь. Я съел, в принципе, все свои действия. Давай я у тебя вот возьму еще. Сколько тебе помочь? Я укусила, я не могу. Да? Я не буду. Оказывается, Снежана у нас не такая сильная. Для меня что-то тяжело. Я не могу есть однотипную еду. Наггетсы. На них смотреть потом не могла. Роллы это не однотипные. Каждая роллы со своим вкусом. А вот то, что такое на повторении, например, и вот ломтики киндер тоже мы снимали. Я тоже не могу. У меня они вот здесь стоят. Да, их вроде не так много, да, мы тогда съели? Даже не помню. А сколько ты съела тогда? Ты шесть, наверное. У нас все пятна свела? Не помню, штука. У нее три вроде только. Ты точно больше съела. Не помню. У нас осталось это, по-моему, два или три. Да, я съем еще одно, может так и быть. Я зачитаю вопрос. Ты, может, доешь своя? Может быть. Следующий вопрос задает Азизова Гульсим. Вопрос. Что придает смысл вашей жизни? Какое самое значительное изменение вы хотели бы сделать в своей жизни? Так, первый вопрос. Что придает смысл вашей жизни? Мне кажется, жизнь... Серьезные вопросы. Жизнь-то и есть. Как говорится, что для вас самое ценное в жизни? Жизнь. Смысл в жизни. Какой у тебя смысл в жизни? Жить? Как говорят же, прожить жизнь достойно. Для каждого это понятие, соответственно, разное. Никого не обижать. Будь честными. Какое самое значительное изменение вы бы хотели сделать в своей жизни? Ну, что ж, такие вопросы вот сложные, тут надо думать, а сразу на них как-то не ответишь. Ты задумалась? Ну, я думаю, что я бы в своей жизни хотела прожить ее так, что, если, например, бы меня не стало, про меня могли сказать только хорошее. Еще, что ли, одно съесть, пока я ем. Я съел 11 уже, это будет 12. Это много. Ну, давай уж ты едим что-то. Я не могу, я тебе это съела. Ну, вот половинку съешь, а я у тебя съем. Кость, я потом завтракать яичниц не пристану. Да. Эти ломтики видел уже в магазине, мне даже их не хочется. Я думаю, мне плохо не будет потом. Вот не ешь. Ну, проверим, а то же вот все говорят, много яиц съешь, будет плохо. Я думаю, это все неправда. Проверим на себе опыты. Я на себе такие опыты ставить не хочу. А я съела 7. Вроде так кажется, всего лишь 10 штук, не так много. Ни фига. Для меня это много. Для тебя, может, нет. Я говорю, я в детстве очень много их тоже ел. Плохо никогда не было? Вроде нет. Очень жарко. Ну что, все, один оставим, не будем? Нет, нет, я его съедим. Чушь оставлять это. Я аж прощаться хотела. Не надо. Сейчас я съем еще помидоры. И я огурец ем. Костя, конечно, молодец. Тут чуть-чуть осталось. Скажи, с тобой челлендж не надо проводить, ты этот. Не помогаешь. Да уж, все приходится брать на себя. Ем за двоих. Еще видела челлендж с чизбургерами. Правильно говорю? Чизбургер из Макдональдса. Ну, я тоже, наверное, больше трех не съем. Они тоже такие однотипные. Согласен, да, неинтересно есть такую еду, а не знаковую. А вот KFC, наверное, бы я съела, который... Как он? Шабургер? Нет. Маленькие такие. Как же они называются-то? Ну да, они как-то бургер делюкс или как. Ну, небольшие бургеры, короче, вы поняли. Ну, которые самые маленькие. Да не доедай. Да ем уж. Ну, чего это вот составлять? Так что мы выполнили челлендж. Хоть я съел заснежану. Тяжело было мне. Общие у нас это, да? Ты молодец. Канал. Молодец. 20 яиц. А, Крис, я съел 13, да? Да. 13? Да. А я 7. Точно 7 я съела? Да, ну, я думаю, вот еще 2, наверное, это максимум было, что я мог съесть. Потому что уже чувствуется тяжесть. Будем также рады, кто также продолжит этот челлендж. Сколько вы сможете осилить? Подожди-ка, помнишь, мы смотрели ролик у дяди Сережи? Они с Дашей Наваррской ели яйца. Я не помню, сколько они съели. Сейчас пересмотрю этот ролик. Они ели, по-моему, долгий по времени, там несколько часов. Там было, что 50, наверное. За несколько часов, я думаю, можно, наверное, съесть. Да не, я не хочу. Ну, ладно, посмотрим, что будет. Если будет все хорошо, может быть, попробовать повторить как-нибудь. Я не хочу. Надо какую-нибудь другую еду. Ладно, мы все съели. Челлендж мы поддержали, выполнили. Спасибо. Да, спасибо, Айки, за такую идею. Также спасибо вам за просмотр, за ваши комментарии, подписки. Даже пишите вопросы. Думаю, вам это видео понравится. Всем пока. До новых встреч.